Всем привет! Приветствую вас на моем канале! Меня зовут Ксения, я живу в Италии. Сегодня мы будем готовить вегетарианский пирог. Это овощной пирог без муки. Он готовится очень-очень просто. Вам нужна сковорода. Я готовлю на кокосовом масле. Оли декоко верджины. Крудо. Оно продается обычно в таких широких баночках, так как когда ниже 25 градусов в квартире, оно застывает и выглядит как сало. Но если больше 25 градусов, оно становится жидким. Ложечкой просто его берешь и на сковородку ложишь. Это очень полезная масса. На нем реально очень классно жарить что-то. Оно выводится из организма и не откладывается у тебя в организме в бока. Вот. И придает очень интересный кокосовый вкус и запах вашим и моим блюдам. В общем, мы будем жарить на таком масле. Вам понадобятся сковорода, яйца и любые овощи, которые у вас есть дома. В общем, у меня будет стручковая фасоль, у меня будут артишоки и брокколи. Все это нужно чуть-чуть сварить, не до полной готовности. Я беру овощи, которые растут над землей. Они более полезные. Например, свекла, картошка, тыква, морковка. Все, что растет под землей, не так сильно полезно, как зеленые овощи, которые растут над землей. От овощей, которые растут под землей, люди поправляются. Я их просто смешаю, когда они уже холодные. Все это залью яйцами. Шесть яиц я использовала. Но вы смотрите сами, все на глаз. И разогреваю кокосовое масло на сковороде и выливаю все это дело на сковороду. Накрываю крышкой и жду. Потом это все переворачиваю чуть-чуть, минут 5, в зависимости от толщины вашего пирога. Опять его жару. И накрываю крышкой и оставляю. Пока он не остынет. Можно на ночь оставить. Все, ваш пирог готов. В конце видео я расскажу, как использовать этот пирог двумя способами. Его можно есть и дома, и куда-то брать с собой. Я расскажу пару вот таких рецептов. Так что смотрите до конца. В конце будут лайфхаки. От меня. Итак, наша итальянская фритата или фритатина, как называют ее итальянцы, уже на сковороде и жарится. По-нашему это называется простой омлет. Ну, я его называю такой овощной пирог. Итальянцы очень часто туда добавляют пасту, макароны какие-то, сыр, колбасу, мясо. Но здесь у меня только яйца и овощи. Можно еще туда добавить лук, лук-порей. Но я бы не советовала добавлять помидоры, иначе пирог будет слишком жидким. Самый ответственный момент. Переворачиваем. Мой способ переворачивать эту фритату такой. Выкладываете все на тарелку. Потом возьмите прихватки, потому что тарелка становится горячей. И все вместе переворачиваем. Смертельный номер. Можете лопаточкой немножко подправить края для лучшей прожарки. И накрываем крышечкой. После того, как пирог остыл, можно его разрезать на такие кусочки. И вот какой он красивый в разрезе. С чем я люблю есть такой пирог. Сверху можете положить дольки помидор. Посыпать тертым твердым сыром. И запечь в духовке, либо в такой, как у меня, электрической печечке. Я бы не советовала разогревать такой пирог в микроволновке. Иначе он становится таким мокрым, скажем так. Вот какой у нас получается аппетитный кусочек. Его можно есть на обед, на завтрак, на ужин, когда хотите. Без муки, без мяса, без рыбы. Только яйца и сыр. Такой пирог очень удобно взять с собой на работу. Либо же дать мужу на работу. Ложишь в баночку. Этот пирог не распадается. Его даже можно есть руками. Предварительно, конечно, вымыв их. Положите в баночку несколько помидорок черри. Можно добавить кусочки сыра пармезан. А также кусочки какого-то другого твердого сыра. Твердый сыр. Пармезан нарезается таким специальным ножичком. Он не нарезается ножом, а вот так вот надкалывается, скажем так. Все, ваш обед вегетарианский, без мяса, без рыбы готов. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...